Главное, не волнуйтесь, просто возьмите ноты, и это важно, чтобы не знали таких вещей. Да, давайте помолимся за учителя, за переводчика, кто хочет. Спасибо, Пані Боже, за этот wspaniały день, что могли бы мы снова встретить. Прошу тебя о твоё впровадение, о наши открытые умысли, Пані Боже, на то, чего будемося учитывать, чтобы мы были готовы, Пані Боже, прийти до твоего сердца. Твоё слово, выповеденное przez нашего брата, который будет нас учитывать. Прошу тебя, Боже, о твою мазь для него, о klarовый умысл, klarовый приказ. И мудрость в том, в чем будет себя с нами дели. Дякую тебе, Пані Боже, за тумачку, благословую в имени Еzusа Христуса. Пані, дай ей спокій в сердце, Пані Боже, и то, чтобы тумачение было для ней свободное и в сумме даже дало приемность, Пані Боже. И тебе отдало хвала, Пані Боже. Дякую тебе. В имени Еzusа Христуса. Amen. Amen. Слава Богу, да. Praise the Lord, yeah. Я очень люблю польский язык. Очень люблю польский язык. Я очень люблю песни на польском языке. Я сам в Польше как раз проповедовал там, в Варшаве, но у меня там сердце палит стало. Я проповедовала только один раз в Варшаве, но… Вообще прекрасно песни эти, да. И они на украинском есть, и на польском. Но я очень люблю польский язык. Я очень люблю польский язык. Я люблю польский язык. Такое, ну, с русскоязычными, но я был впечатлен с красотой вот этой фейерверка всего этого вот рождественского праздника. В Америке. В Америке, да. Ага. Так, это очень красиво, как славянские народы праздновали в Хрисмусе. Это славянно и красиво. Но когда я была в Америке, я была очень впечатлена. Потому что это было много фейерверков. И это было так красиво, так красиво. Вау! Это было реально вспомнилось. И так получилось, что Карастан тоже в Хрисмусе. Начал во Флориде, закончил на Аляске. И я началась праздновать в Хрисмусе. И я закончила в Хрисмусе в Хрисмусе. То есть совершенно разные страны. Там, значит, когда под пальмами Санты в шортах и там... Ай, больше Хрисмус. Ай, больше Хрисмус. В этих колпаках в этих там ходят. Так интересно. А потом в заснеженную Аляску попадаю. Что самое интересное, что вы стоите под пальмами. И вы можете видеть под пальмами Санты. Которые в шортах. И в этих специальных хрисках. И они думают, что мы желаем вам Хрисмусе. Мы желаем вам Хрисмусе. В шортах. И это было так интересно. И после этого я приехала в Аляску. И там было много снега. И это было очень хорошим развиванием. Да, классно было. И это было очень хорошо. Хотя, опять-таки, исторически Иисус родился осенью получается. В сентябре по-нашему. Вместо Тешвей. И в тему идем мы. История восточной церкви. История христианства. Давайте переходим к сегодняшнюю церковь. Историю христианства. Со вчерашнего дня я много свидетельствовал, рассказывал. Но какие по теме у вас есть вопросы? Начинаем с вчерашнего дня я много говорила. Я много говорила. И у вас есть какие-то вопросы? Может, что-то надо повторить? Может, что-то неясно? Может, мы должны повторить что-то. Может, мы должны объяснить что-то. Мы вчера говорили о синхритизме. О чем? Спиритизме? Да, спиритизме. А, спиритизме, да. И я много раз слышал в некоторых церквях, где говорят, например, особенно харизматичные, где говорят, например, «Дух Давида на нас» или «Дух Давида». Да. А. В многих церквях, особенно харизматичных, мы слышали эти фразы, как «Спирит от Дэвид на нас», «Спирит от Стамболь на нас». Да. Вы считаете, это и есть то, о чем вы говорили? Это является спиритизмом? Я думаю, что нет, это не является, хотя это вещь пограничная. Есть вещи, которые еще не являются спиритизмом, но вещами уже пограничными являются, и опасными, на самом деле. В харизматических церквях я слышал подобное высказывание, подобное в молитвах, и это является, скажу, хождением как бы по лезвию бритвы, очень опасным на самом деле, духовно опасным. Но я понимаю, из контекста молитв, из контекста проповедей и учений харизматической церкви, что идёт речь не о духе Давида как такового человека, или же Соломона, или кого-то ещё, а имеется в виду дух святой, какой дух Божий, который почивал на этих отцах, на этих царях. Но если кто-то из христиан будет думать, что именно дух Давида, царя самого, или кого-то ещё из умерших героев в Библии, будет на нём, то тогда он будет спиритистом, он будет грешить. Многие протестантские церкви, особенно харизматические движения в целом, порой на самом деле идёт таким путём, которым шло православие когда-то и католицизм. И есть очень много действительно очень опасных явлений. очень много. And there are lots of dangerous situations, occasions. Я могу назвать, если интересно. If it's interesting, then you can mention some of them. Потому что, говоря о православии, я могу, конечно, и о протестантах тоже сказать. Because speaking about protest, I can tell you really about protestants as well. Просто я нахожу более корректным говорить о православии. Я считаю, что, значит, о проблемах протестантских церквей лучше говорить самим протестантам. I just believe that, чтобы они говорили. Да, чтобы они сами говорили, да, о своей проблеме. If protestants speak about their own problems in their church, churches, this is much better and much correct. К примеру, если бы я стал протестантом в 1996 году, я и хотел стать протестантом. For instance, if I were to become a protestant, and actually up to 1990s, there was something like that? Да, в 1996. Uh-huh. Probably, actually, I was going to become... Если бы я стал протестантом, я бы никогда не говорил много столько о православии, как я ныне говорю, допустим. Хотя, с другой стороны, где-то мы должны говорить о заблуждениях не только внутри наших конфессий, ветвей, христианства, но и, в целом, о проблемах других тоже церквей. Но я понимаю, как православный человек, как православный священнослужитель, я понимаю, что, когда говоришь о другой конфессии, то часто ты не располагаешь всей информацией просто. But, as an orthodox priest, I understand that, if you are within one kind of confession, like one kind of denomination, you don't possess the whole information. Большинство высказываний протестантских, допустим, даже служителей, о проблемах православной церкви, они для меня, ну, выглядят часто смешными. Потому что они очень весьма поверхностные. И я понимаю, тоже могу выглядеть смешным, вполне говоря о проблемах баптистов, пятидесятников, харизматов, адвентистов, кого-то еще, с их позицией. Потому что я не располагаю всей информацией. Я никогда не был протестантом. I also can look ridiculous, if I speak about Baptist churches, or about some another kind, like Pentecostal, or another kind of protestant churches. And why would I look ridiculous? Just because I don't know the whole information. I don't know all the information. Но есть некоторые общие принципы, что ли? But there are some general principles, yeah? I would better tell you a few examples from my life. I would better tell you a few examples from my life. Из Белоруссии. Из Белоруссии. Из Белоруссии. И эта сестра уже около пятидесяти лет в служении. Даже больше, чем пятидесяти лет. Like a prophet for the last forty years. К этой сестре приезжают порой на общение епископа Пятидесятнического братства, старшие епископа, на консультирование, как бы и на... Затем, чтобы услышать слово какое-то, пророчество. Sometimes bishops come to her because they want to hear some word of prophecy or consulting. They ask for her advice. То есть, такие вполне уважаемые служители Пятидесятнического братства, значит, постсоветского пространства. So honored, could you imagine, so honored brothers of the post-Soviet countries, they just come for counseling with her. И эта сестра, она молится на языках, она пророчествует и столковывает языки. And this sister is praying another tongues, she is prophesying, she is explaining another tongues. И когда я общался, я понял, что эта сестра находится в серьезном заблуждении. And when I was speaking with her, I understood that this sister is in really big... Like... Deception. Deception. Deception, да. Много-много слов я узнал, я тоже, наверное, английских. Еще пару недель, но ориентироваться буду хотя бы. In few days I will be very good at English. Да. И я когда-то имел общение с бесами. Будучи традиционным православным священником. Во многих вещах, в которых я думал, что я служил Богу, я оказывается служил дьяволу. Сам того не понимаю, я абсолютно не понимаю. Unconsciously. In lots of things, which I considered, that I was ministering to the Lord, I actually was ministering to devil. But I didn't know about it then. Я говорю, с 91-го года, особенно, до 96-го года. И когда в 96-ом году я получил освобождение от этих бесов. And in 1996 I got delivered from these demons, from spiritism. У меня с того времени есть какое-то чутье на вот эту проблему. И когда с той сестрой я молился, то я понял, что у нее проблема спиритизма. And when I was praying with that sister, I understood that she has a problem of spiritism. И по ходу разговора я убедился, что это так оно и есть на самом деле. And during the conversation I made sure that it was just what I thought from the very beginning. Она призналась в нескольких вещах. She confessed in a few things. Что ей во сне являлись умершие братья с их церкви, с Минска, с Беларуси. She said that during the night time she saw dead people from Belarus, from Minsk. Пятидесятники, протестанты. Которые сказали ей, ну, одно слово, что они согрешили когда-то и умерли в грехе. И, значит, у них проблемы в аду серьезные сейчас. Who told her that they have problems because during the lifetime they committed some sin and they are currently there in hell and they are having troubles like problems in hell. Это все со слов этой женщины. All this came out of the lips of that woman. И, больше того, вот один из умерших братьев, явившийся ей, сказал, попросил передать информацию для старшего епископа по Беларуси. Пятьдесятниство братства, информацию передать. Определенно. Она также сказала, что один брат, который был вновь, он появился в ночной мечте и просил ее, как живая женщина, чтобы передать информацию для Беларуси. Это было лет двадцать назад. Больше. 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 После этого, она была в conversе с теми Бишопом и с другими Бишопами. Она этим епископам рассказала ту информацию, которую поделился с ней умершей. И она рассказала им эту информацию, что тот мертвый человек, который был в ночной мечте, рассказал ей. Она рассказала эту информацию. с ее слов они просто побледнели все. Потому что то, что рассказал умерший, как бы никто не знал, и думали, что умерший унес с собой в могилу эту тайну уже. И потом один из епископов белорусских он подтвердил мне эту информацию. И эти пятидесятники, эти епископы, двое епископов, они молились заупокоить этого брата непосредственно, чтобы он был спасен из ада, за умершего. И один из пресвитеров пятидесятники мне это подтвердил. Я не хочу называть имена, это известная служба, очень известная служба. И потом, после того, со слов этой сестры, епископы эти пятидесятнические одобрили ее молитву за упокоить этого брата и другого брата еще. Но попросили это не разглашать, а сделать это просто в личной молитве. И потом другой епископ пятидесятнический уже был в Германии, с он тоже одобрил практику молитвы за умерших братьев некоторых, которые имеют проблемы по откровению, как бы личному откровению во сне обычно. Это происходило с сестрой. После этого, еще один бишев из Германии, он также предупреждал пентакостасского «Деноминация» для проживания за умерших людей, потому что она проклянила, что она получила эту ревелацию, когда она умерла. Примерно такую же историю мне Шевченко Александру рассказывал, когда я был у него в Сакраменто. Примерно такую же историю. Примерно такую же историю я слышал еще от двух служителей в России, тоже писательского братства. В России уже братства. Я каждый раз пытался объяснять этим братьям и той сестре, что это есть обольщение, это есть спиритизм. Я не знаю, покарились ли они в этом, но, по крайней мере, я сказал действительно об этом грехе. Я не знаю, как они умерли или нет, но я им сказала, что это не так, что они не должны делать. И в библейской школе, в Джексонвиле, у Бондаренко покойного уже, в Флориде. В Библску, в Джексонвиле, в Бондаренко. Славик Меченарь Библску. Славик Меченарь Библску. О, я уже говорила. Вот там я проводил занятия, я тогда… И в этой школе там студенты со всех штатов были фактически, с разных штатов. Славянская молодежь. Славянская молодежь. Я рассказал тоже об этом, об этой проблеме. И вот Бондаренко, уже покойный старший епископ, пастор этой церкви в Джексонвиле. Он человек был очень опытный, он очень… ну, всю жизнь он был в служении. Как писательский протестантский служитель. Всю жизнь. И он признал, что проблема спиритизма в писательском братстве очень острая проблема. Очень большая проблема. Многие писательские, они настолько наивны. Они думают, что если такой скончак молится на иных языках, то значит бесы не имеют над ним никакого контроля. И что он не попадет в заблуждение. На самом деле это суеверие. На самом деле Иисус сказал, что заблуждение происходит из двух источников. У Матфея 22-29 записано. Помните, беседа в 22 главе, беседа Иисуса с саддукеями. И он говорит, заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. И он говорит, что вы заблуждены, потому что вы не знаете эту скрипту, и вы не знаете силы Бога. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Прямо очень метко, четко он заметил это. Так что он прочитал Иисус, и сказал им это очень точно и очень директно. Он был очень специфик об этом. Два главных источника любого заблуждения. Первый – незнание в Писании. Я не знаю, как в переводах, как в английском интересно. Как в американской Библии говорится. Потому что есть разные переводы. Один из переводов говорит, заблуждайтесь, пренебрегая Писанию. Один из переводов говорит, что вы заблуждены, потому что вы заблуждены скрипту. В польском интересно, как оно звучит, допустим, да? По номерам стронга смотрел, да. В принципе, можно перевести и так, и так, на самом деле. И, соответственно, вы можете переводить это в таком случае или в таком случае. Но я просто спрашиваю, какие типы переводов вы найдете? 22-29. Но дело в том, что учеников Садока трудно было уличить именно в незнании написания. А в пренебрежении, да, вполне можно было их обличить именно в этом. Дамы и господа, чтобы не заблудиться, надо знать Писание. Не пренебрежать Писанием никогда. Это лучший тест, лучший тест для всего. Любого откровения, любой практики. Но даже зная Писание, можно попасть тоже в заблуждение. Если лично не познаешь живого Бога. Не знай ни силы Божьей. Заблуждаетесь, не зная Писание, ни силы Божьей написано. Кричка там, когда идет глагол «децепт». О, простите, пожалуйста. Все нормально. Все нормально. Децепт. Децепт. Это существительное. Да. 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 Да, да, да. Ни силы Божьей. Ни силы Божьей. Ни силы Божьей. Ни силы Божьей, ни скидки. Марксисты, ленинисты тоже порой Библию изучали. Слово-букву знали порой. Постсоветская юнион. Марксисты, ленинисты, коммунисты. Они также изучили скрипцию. Но дело в том, что они знали только слова. Они не знали рема, не думали о смыслах. Но они не знали живого Бога. Они не знали живого Бога. Так что я сравниваю это у себя в церкви, сравниваю с птицей, с двумя крыльями. Два крыла нужно ей, чтобы лететь. Познание Бога и познание Слова Божьего. Познание силы Бога, Его могущества и познание Его Слова. С одним крылом не улетишь. Так что расправляем крылья, которые вы, братья и сестры. И еще, конечно, очень важно. Я могу еще много других вещей назвать. К примеру, здесь, в Киеве. В одной большой протестантской церкви, многотысячной протестантской церкви. Харизматической уже. Харизматической церкви. Для старших пасторов сделали трон, посадили его на трон. И люди подходили, поклонялись до земли и целовали его туфлю. Целовали его ноги, руки. И поклонялись Ему как... Идру. Ну да, как идру. Я видел сам такие вещи. И я видел это в моих глазах. Люди пришли туда. И наш бисшоп сидел на троне. И люди пришли, они были нанесены, они были бомбированы в предыдущем его, и уважали его, и уважали его как идолю. Я видел это в моих глазах. Да, и я как раз вот говорил, что в принципе многие церкви, особенно те, которые вот именно ревнуют о духовной жизни такой, да, порой попадают в очень серьезные проблемы. Поэтому я хочу рассказать, что иногда некоторые церкви, которые очень любят зелу для духовной жизни, они получают в очень серьезные проблемы. Один из известных тоже американских уже служителей рассказывал, харизматических. Один из известных харизматических министров также shared. И этот эпизод есть в его книге даже. Он shared эпизод, который был написан в его книге. Что помазание, вот свое помазание, как евангелиста, как именно апостола, он получил на могиле одной святой женщины. Он пришел на ее могилу, молился, и помазание, которое было на этой женщине, оно перешло как бы на него. Знаете, с огнем играют христиане. Это очень опасная оккультная практика. И знаете, друзья, поэтому всем нам нужно быть внимательным к своему христианству, к своей вере. И во втором послании Петра, во второй главе, рассказывается как раз о проблеме лжеучителей в церкви. Это очень хорошая глава, как раз раскрывающая суть лжеучений. И там говорится, ключевым местом писания, ключевым стихом является следующее. Во второй главе второго послания Петра. Отвергаясь искупившего их Господа, написано, Вот это является ключевым к пониманию. То есть любое заблуждение, смысл его, как бы и причина существования любого заблуждения, отвлечь людей от искупителей Господа Иисуса Христа. А наша задача не сбиваться с курса, взирать на начальника веры. Как только взгляд с Иисуса чуть в сторону даже убираешь, все, это проблема, серьезная проблема. Нужно снова возвращаться к истоку. По воде можно идти только лишь взирая на Него, на Иисуса. Все. Боже ли там. А мы к этому призваны. И сам Иисус сказал про медного змея, вчера я упоминал, что как Моисей вознес змею в пустыне, так он будет вознесен. Как истоку, которые были с Своей? Как истоку. Как он мой взгляд с искусством? Как истоку. Как истоку. Как истоку. Он говорит, что Моисей вознес, как истоку, как истоку. Как молитвый зверь, как истоку. Как истоку. Все укушенные люди, страдающие, должны были смотреть на медного змея, И исцеляться. Вот, наверное, змеи в шоке были. Они пытались кусать, а этих людей ничего не помогло. Они смотрели. Но если человек смотрел на этих змей, смотрел на соседей, на друзей, на свою семью, то у него шансов не было выжить, он погибал. А, кстати, очень интересное местоописание, да? Это очень интересное местоописание из Библии, да? Значит, ладно, не буду вас смущать. Я просто могу рассказать, что ваша теология немного тоже не нужна. Обычно медного змея изображают, даже на картинках, на иконах, на всём. Но дело в том, что в оригинальном еврейском тексте немного по-другому. Но дело в том, что не только физически обычные змеи жалили евреев из-за робота. А от таких змеев можно было отбиться как-то? Потому что они могли бы защитить себя от таких физических змеев. Это не была бы серьезной проблемой для Израиля. В оригинальном тексте там говорится о серафах, о серафимах, которые жалили евреев. Большинство переводчиков почему-то опускают это и считают как бы это ненужным для нас. Не знаю почему. Большинство переводчиков обычно скрипят это и не прочитывают это и считают это не так важно для нас. Но на самом деле это очень много что объясняет. А в числах 20 главы, как раз когда они начали роптать, одна проблема пришла, потом опять робот и потом пришли змеи. Напомните, какое местописание там. В числах. Можно посмотреть, кстати, вот посмотрите Иоанна, значит, 3 глава. Пятнадцать там, наверное, не будем, стих. И параллельное местописание, там даже ссылочка такая туда привести. Числа... Ну, пятнадцать лучше даже, наверное, наверное. Как раз требуется, как мы ездили во звездной пустыне. Какая глава? Числа 21-4-9. 21-4-9. А, кстати, по английскому интересно, посмотрите, там есть ли серафы, там есть ли серафимы? Есть ли серафы? Серафы, да. Потому что в одном из украинских прикладов Егинске уже там серафы написано. Потому что в одном из украинских трансляций это написано сераф. Что это числа? Числа. Номер. 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 А, нет, номер 6, да? Иоанн, да, иоанн, 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 иоанн. Серпент. Это то слово, которое используется у них на змеи, только не снэк-змеи, а сорпент, который использовался в раю. Это боша, а серпент это боша, ассиентитик, это боша, ассиентитик, это сейк. Сейк. Перевести? Смотрите, нам сказано змеи. Это то же самое слово, на русском пропадании. Это то же самое слово, которое было упомянуто в Библии, когда змей, он соблазнил дев. А, а, интересно. Он как бы обхирил. Как обхирил. Как обхирил, да. Вот он какой-то хитроумный. Нет, хивосу, как обхирил. Раскусили мы, а? Выбили на чистую воду. Нет, на самом деле интересная история. Понимаешь, серпент это может быть тоже крокодил. А-а-а. Это рептили. А-а-а. Ну, крокодай. Крокодайл. Крокодайл, да. Аллигейр, ализардс. Это как его ящики. Это тоже крокодайл. Я ел крокодайл. Джорджи, Джорджи, с табаско-соусом. Вот, значит, и, ладно, расскажу, как было. Дело в том, что Бог запретил делать изображения гадов, змеев, именно, непосредственно. Но Бог не запрещал делать изображения ангелов. Наоборот, даже, когда храм строили, Он повелел даже сделать. Но не для поклонения ангелов, конечно. Это было для оформления эстетического и для того, чтобы именно показать место, откуда Бог говорил. И в числах, когда Бог уверил сделать изображения, даже еврейская традиция говорит об этом. Что был сделан сераф, серафим, ангел. И серафим, они двумя крыльями закрывают лица свои. Двумя ноги или хвосты. И двумя летают. Это изображение издалека напоминало крест. Иисус сказал, как Моисей вознес змею, но Иисус говорил не на греческом, а на еврейском. И он ссылался на числах. И он ссылался на числах. И то изображение, что в числах было сделано Моисеем, это было прообразом самого Иисуса Христа. Которым был на кресте вознесен. Но, дамы и господа, Бог не повелевал поклоняться кресту или поклоняться тому медному змею изображения древнему. Не повелевал. Но, к сожалению, евреи стали поклоняться этому изображению и кодить ему и называть его нехуштаном. Об этом в 4 книге царства рассказывается. Но, к сожалению, мы видим из 2 книги, 2 книги, 2 книги. И там в оригинальном еврейском тексте говорится, что они не просто кодили ему, а и призывали его, а молились. Взывали его. В оригинальном тексте говорится, что они не просто делали эту прегрессию, а также прегрессировали его. И в 4 царство, 18 глава, там рассказывается, что царь реформатор еврейский уничтожил изображение. И в 2 книге царь уничтожил изображение, а потому что... Напомните. Не-не-не, там написано было. Ладно. В 18-ю мы будем почитать. Давно он не открывал это местописание. И Бог благословил за это Иудею, благословил за это Иерусалим. Потому что, когда пришли потом враги, они были поражены сверхъестественно. И такая же проблема возникла у христиан в много столетий спустя. Бог не повелевал поклоняться кресту, изображению креста. Но христиане наступили на те же самые грабли и также стали совершать акт идолопоклонства. К сожалению. Но христиане сделали такие же ошибки. И начали провести трансгрессию против Бога, как акт одолитрии. Поклоняя к идолям. Так что я как художник даже такой эскиз нарисовал картины, где история в числах рассказывается как многофигурная композиция. И там изображение вот этого Серафа как раз. А сзади как бы прообраз Иисуса. Вот контур такой, контур. Ищущийся. Но я к чему об этом говорю? Потому что мы должны взирать на Иисуса Христа. Это земля такой гадюшник. Вот серьезно. Во зле лежит и более добрым мир не стал за 2000 лет. Но что дает нам силу вот действительно идти буквально по этим главам, по этим змеям, и быть невредимым, и еще нести спасение людям. Силой возлюбившего нас Господа. Взирая на Иисуса Христа. Даже если тебя укусили какие-то змеи. Не дергайся, не паникуй. Взирай на Иисуса Христа. Любой яд змеиный, он обезвредится тогда. Если укусили твоего товарища, жену, ребенка, пастора. Мы лишь одно можем сказать. Взираем вместе на Иисуса. Все, тогда яд обезвреживается. Если твоя другая, кто из твоей семьи или пастор, укусили такими звуками или серпентами, просто продолжайте смотреть на Иисуса. Держите Иисуса в твоем фокусе. И тогда этот силу от плохого, он будет невероятным. Взираем на Христа. Любим Христа. Пусть Бог благословит вас, братья. Сделаю перерыв сейчас и продолжим. Аллилуйя.